Здравствуйте, я Тимофеева Римма Александровна, и сегодня мы с вами продолжаем наш курс, который посвящен обзорной характеристике художественной культуры второй половины 20-го столетия. В прошлый раз мы говорили об архитектуре зарубежной, и сегодня речь пойдет о живописи. В прошлой лекции мы давали краткую характеристику самых общих черт развития европейского и зарубежного искусства второй половины 20-го столетия. А сейчас необходимо дать краткую характеристику именно живописи. Поэтому мы назовем основные особенности творческого метода, далее определим наиболее авторитетные художественные явления, и после этого рассмотрим примеры. Примеры такого явления, как неореализм, и также назовем ряд наиболее характерных произведений для иных художественных направлений. Давая общую характеристику живописи второй половины 20-го столетия, стоит упомянуть о таком явлении, как постмодернизм. Постмодернизм – это совокупное название художественных тенденций, которые особенно четко были обозначены в 60-е, 80-е годы. В большей степени этот период, он связан с радикальным пересмотром позиций авангарда и модернизма. На сам термин, о котором мы говорим, постмодернизм, он появляется в 60-е годы, в 1968 году, благодаря критику Лео Штейнбергу. Особенностями постмодернизма, которые традиционно выделяют исследователи, являются следующие пункты. Во-первых, происходит стирание между искусством и реальностью. Во-вторых, происходит переосмысление самого объекта искусства, то есть такие работы становятся многозначными, вплоть до неузнаваемости. Далее, в-третьих, меняется роль художника, роль мастера, роль творца. В-четвертых, очень часто работы создаются с привлечением новых технических средств и эффектов, что, конечно, размывает классические рамки изобразительного искусства и живописи в частности. Это очень интересно, и вот и философские основы постмодернизма как явления, они нашли отражение в работах общего характера, в теоретических исследованиях, в таких авторах, как Бедрияр, Жан-Францулали Атар, Умберто Эко и другие. Переходя к следующему пункту, к определению основных особенностей творческого метода, который характерен для традиции постмодерна в общих чертах, назовем следующие качества. Во-первых, это стилистическое многообразие. Во-вторых, это отказ от неспровержения традиции, то есть вот то противостояние авангарда и традиции, оно постепенно уходит. Вместо этого два этих явления, они взаимно обогащают друг друга, и вот это противоречие снимается, поэтому дает возможность для очень ярких и необычных экспериментов. Далее, для мастеров живописи эпохи постмодернизма характерно активное обращение к наследию прошлого, то есть феномен цитирования, когда разного рода исторические аллюзии, историко-художественные аллюзии, они вплетаются в канву живописных произведений. Далее, я отметила о том, что происходит размывание традиционных границ изобразительного искусства, поэтому мастера нередко используют готовые формы. Такой прием был свойственен и для предшествующего этапа, однако в второй половине XX столетия он приобретает особенно широкое распространение. И еще один пункт, который стоит назвать, когда мы говорим об особенностях творческого метода, это, безусловно, аппроприация, то есть использование, присвоение чужих языков и образов, что тоже позволяет расширить границы изобразительности. Далее, говоря о основных явлениях художественной культуры второй половины XX столетия, стоит назвать следующее. Во-первых, это неореализм, далее это абстрактный экспрессионизм, далее это такие интересные явления, как ташизм, арбрюд, поп-арт, процессуальное искусство, фотореализм и концептуализм. Каждое из названных явлений, оно является очень интересным, ярким и в специальной исследовательской литературе можно изучить их более подробно. Мы же ограничимся только самыми общими характеристиками. Начнем мы с неореализма. Неореализм — это явление, которое в искусстве первых послевоенных лет приобретает особую популярность. Оно было связано с ростом прогрессивных тенденций, демократических тенденций в европейском и американском искусстве 40-50-х годов. Интересно, что есть, конечно, ведущие центры. Здесь стоит отметить французских художников и, конечно, традицию итальянских мастеров-неореалистов. Нужно сказать, что среди французских авторов этого периода отдельное место принадлежит Андре Фужерону. Французский мастер, его творчество, оно пронизано социальными идеями. Есть у него обличительные тенденции. И его произведения, его картины, они являются зачастую реакцией на значимые политические события. Также нередко в его работах появляется интерпретация реалий жизни простого народа. И, набудучи таким приверженцем гуманистического направления, конечно, этот художник всегда воспевает жизнь в самых разных ее проявлениях. Такие работы, как «Полдник», «Парижанки на рынке» и так далее, они являются яркими образцами неореалистического искусства. Рената Гутуза – это выдающийся итальянский художник, график, иллюстратор, который был главой итальянского неореализма в изобразительном искусстве. Сюжеты картин он берет из жизни. Даже натюрморты, которые он создает, составлены из орудий труда и повествуют о буднях. Это труд рыбаков, каменотесов, рабочих серных копий, жизнь современной Италии. Все это становится источником вдохновения для Рената Гутуза. Художник не боится таких нравоучительных тем. Его работы могут быть социально актуальны, и при этом художник знает, что сюжета должна соответствовать адекватной форме воплощения. Поэтому язык его работ очень энергичный, волевой. И, конечно, его живописные произведения, такие как «Девушка, поющая интернационал», которая перед вами, или «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» «Рокко с патефоном» – это яркие образцы неореализма второй половины XX столетия. Теперь назовем некоторые работы иных художественных направлений, которые мы упомянули в самом начале. Перед вами произведение Роберта Раушенберга. Это американский художник. Он является представителем абстрактного экспрессионизма, а также он работает в рамках концептуального искусства и поп-арта. В своих работах он тяготеет к технике коллажа, ready-made, то есть составление произведения искусства либо из не имеющего друг к другу отношения элементов, одним из которых является краска, так сказать, связующим, или использование готовых предметов, то есть та практика, которая глубоко укоренилась в современном искусстве. Комбинации Раушенберга отражают темп развития энергии массовой, урбанистической и технологической культуры. Здесь на смену работе художника на холсте или бумаге пришли потоки информации, которые передаются посредством фотографий, компьютера, газет и так далее. Перед вами Сью. Это ранняя и очень редкая работа Раушенберга на фотобумаге. Здесь он запечатлел свою жену. И второе произведение — это работа 1964 года. Здесь мы видим изображения президента Кеннеди и другие символы современности. Работа выполнена в смешанной технике. Еще несколько произведений Роберта Раушенберга — это «Коллаж. Кровать. Середина 50-х годов» и «Монограмма. Предметная компиляция». Это вторая половина 50-х годов. Ранние работы Раушенберга являются попыткой избавиться от стереотипов живописного метода, таких целей традиционного искусства, поэтому мы видим использование здесь таких необычных технологий. Отметим, что одним из таких интересных событий в творческой практике Раушенберга была немножко эпатажная акция. В частности, он стер рисунок Вильяма де Кунинга и выставил его под названием «Стертый де Кунинг». То есть такой необычный прием, который во многом характеризует определенную иронию, которая свойственна для культуры постмодерна. Еще несколько произведений, которые принадлежат данному мастеру. Следующий художник – это Джаспер Джонс, американский мастер, скульптор, гравер, художник, который является виднейшим представителем поп-арта. Трактовка картины как объекта, естественно, привела художника к сопоставлению настоящих предметов с нарисованными на холсте и в дальнейшем к созданию скульптуры. Но о скульптуре речь пойдет в нашем следующем материале. Наиболее значительным произведением Джаспера Джонса можно назвать серию его ранних живописных работ, которая была создана во второй половине 50-х годов. Вот мы видим композицию «Три флага», американский флаг, который изображен растянутым на плоскости. То есть это нивелирует такой патриотический смысл картины. Становится своеобразной эмблемой, некое подобие книжной репродукции. Следующий художник – это Джеймс Розенквист, американский также мастер, который является одним из выдающихся представителей американского попарта. С 60-х годов он завоевал известность большими картинами панно, где бытовые и технические реалии приобретают монументальную форму. Перед вами его работа «Диски» и еще одно произведение, которое было создано в 60-е годы. Мастер в это время использует технику рекламного изображения в своих станковых вещах, и неодушевленные предметы наряду с фрагментами человеческих лиц тела составляют здесь такой странный мир. То есть это тоже пример, который характеризует художественную культуру постмодерна. В поздних произведениях мастера с преобладающими в них космическими цветочными мотивами преобладают более позитивные мажорные настроения в той степени, что они в большей степени родственны эстетике коммерческой поп-культуры. И не раз Джеймс Розенквист выступал как художник-монументалист, превращая свои масштабные образы в декоративные панно. Это «Четыре времени года», это «Добро пожаловать на планету воды» и ряд других работ 80-х годов. Работы следующего художника, которые представлены перед вами, это произведение Энди Уорхола, который является признанным королем Пупарта. Перед вами работа банки супа Кэмпбелл и зеленые бутылки Кока-колы. Обе работы относятся к 60-м годам. И нужно отметить, что до сих пор произведения этого мастера, они пользуются безусловной популярностью и очень большим успехом на разного рода аукционах. Перед вами портреты медийных личностей. Это актриса Элизабет Тейлор, Мерлин Монро, Майкл Джексон. Тоже тема, которая нередко интерпретируется Энди Уорхолом в его картинах. Следующий представитель художественной культуры второй половины 20-го столетия на зарубежной это Виктор Вазерли, французский художник, который имел венгерское происхождение. Он был теоретиком искусства и основоположником об арте. Опыт плакатиста, он переносит свою раннюю черно-белую графику, которая была основана на оптических эффектах перетекания абстрактных форм и узоров фигурные и наоборот. Далее он активно занимается живописью такого же рода. Натурные мотивы в большей степени превращаются в фрагменты некого тотального орнамента. И перед вами несколько его произведений, которые были созданы в 60-е годы, потому что в указанный период Вазерли придает своим образом и реальную пластическую трехмерность. Рельефные цветные композиции, а также он работал в рамках скульптуры. Мы видим такие интересные оптические искажения, оптические иллюзии, которые, безусловно, стали яркой страницей в истории зарубежного искусства второй половины 20-го столетия. И картины и графика Виктора Вазерли становятся такими пластическими единицами, которые уже можно было продолжать разнообразно комбинировать и без участия автора. То есть возможность тиражирования — это еще один интересный вариант развития в современной практике таких классических традиционных форм изобразительного искусства. В некоторых своих произведениях художник активно экспериментирует с линейными сетками, с полосками. В данном случае перед вами две работы — это «Тигры» и «Орлики». Представитель немецкого искусства второй половины 20-го столетия — это Гюнтер Юкер. Нужно отметить, что мастер очень разноплановый и разносторонний. Имеет он достаточно трагическую биографию. В частности, его юношеские годы были отмечены рядом потрясений. Но, тем не менее, для нас важно, что в конце 50-х годов этот художник расширяет свое творчество за рамки традиционной живописи. Он делает картины в смешанной технике, в частности, картины с гвоздями. Перед вами его произведение, которое называется «Белая мельница». В указанный период в 60-е годы Юкер вступает в группу «Зеро». Это не только номер, но и символ некого нового начала — группы немецких художников, которые имели ярко выраженную бунтарскую направленность, которые боролись против традиций классического традиционного немецкого искусства. Нужно отметить, что для мастеров указанного периода характерна не только творческая практика, но и разного рода эпатажные мероприятия — это выступления, это акции и так далее. Несколько произведений Юкера перед вами. Это «Пепельный человек», «Живопись пальцами» и «Диптих. Россия, Россия». Нужно отметить, что в России персональная выставка Юкера проходила в середине 90-х годов, и там общественность могла ознакомиться с его замысловатыми творениями. А так, работы Юкера, они выставлены во многих известных галереях и музеях мира, в частности, в Лувре. Герхард Рихтер — еще один выдающийся мастер, который работает во второй половине 20-го столетия. Рихтер — это немецкий художник, один из самых известных мастеров современной живописи, вот той разновидности, которая описывается термином «гиперреализм». Рихтер работает на стыке живописи и фотографий. Первая выставка состоялась в 1963 году. Это был пустой павильон в Дюссельдорфе. Но уже спустя несколько лет, в 1967 году, творчество этого мастера было отмечено премией «Молодое дарование Запада». Работа, которая перед вами называется «Благовещение по Тициану», она была создана в начале 70-х годов. В это время Рихтер пишет серию картин в духе минимализма. Это такие плоские монохромные поверхности и аллюзии на традиционные мотивы, которые были характерны для классического искусства, для классической живописи. Таким образом, мы видим, дав краткую характеристику, о том, что происходит размывание границ искусства, размывание видов искусства. И поэтому завершить обзор изобразительного искусства живописи второй половины 20-го столетия стоит упоминанием о появлении новых форм. Речь идет о синтезе зрелищных и изобразительных искусств. Это хэппининг, это перформанс и так далее. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств была сделана с целью активизации внимания и с целью привлечения зрителей к соучастию в создании образа. Это использование актуальных каких-то социальных лозунгов, это участие в разного рода манифестациях, карнавалах и так далее. И в рамках купарта зарождается хэппининг, это некое абсурдное действие, которое разыгрывается художниками на публике, без определенного сценария, то есть такая импровизация. И в 70-е годы вот это явление, оно получит дальнейшее развитие в творческой практике концептуализма. Отметим, что схожие тенденции свойственны были и для отечественного искусства, то есть то, что находило отражение и воплощение в творчестве неофициальной линии, а это та тема, также о которой речь будет далее. Яркими представителями таких вот смешанных форм становятся Руи Лихтенштейн, Роберт Раушенберг, которую мы уже упоминали и в Кляйн, и другие мастера. Таким образом, говоря о второй половине 20-го столетия, о развитии живописи, конечно, мы видим, что это очень сложное и разнородное явление. Можно упомянуть также и о трансавангарде рубежа 20-21 веков. И в целом вот эти вот причины возникновения таких необычных и стандартных форм, они были связаны с особенностями развития постиндустриального общества, потому что культура, художественная культура, она, безусловно, отражает явления процесса, которые характеризуют общественное, экономическое развитие общества на том или ином этапе. Я благодарю вас за внимание.